Моя задача с вами немножко поделиться технологиями и поговорить о том, что мы придумали и как поменять бизнес интернет-магазинов, как поменять технологии интернет-магазинов в следующем году для того, чтобы вообще всем трендам соответствовать, в том числе о котором сейчас шла речь. Несколько слов хочу сказать про некоторые наблюдения. Наверное, здесь повторюсь немножко про изменение пользовательского поведения. То есть если раньше веб для нас был неким одним окном, то есть у нас был браузер, в котором был поисковик, и в общем там по сути прятался весь интернет. И основной сценарий использования интернета как для покупок, так и для поиска какой-либо информации был таким. Сегодня, поскольку у нас все поменялось, причем поменялось благодаря естественным смартфонам, у нас и поменялся канал входа в интернет. То есть сегодня мы все реже используем браузер, и все чаще используем какое-либо приложение для того, чтобы в интернете оказаться. Что-то мне подсказывает, что если у вас есть на смартфоне приложение, которое отслеживает вашу активность, и вы заглянете туда, скорее всего там не браузер будет на первом месте. Хотя в интернете вы наверняка часто. И отсюда возникает вопрос, а собственно вот что же делать-то? То есть если большинство пользователей перестало пользоваться поисковиком и браузером для того, чтобы путешествовать по интернету, где мы раньше их отлавливали, нам нужно как-то их отлавливать теперь и в других местах. Причем те самые платформы, которые сегодня, то есть чаты, мессенджеры, социальные сети, которые сегодня уже достигли определенного плато, то есть их рост прекратился практически, то есть он замедлился настолько, что у них возникает потребность как-то расти дальше, просто для того, чтобы сохранять свой бизнес, инвестиции, все вот эти дела. Ну и вообще в принципе хочется развиваться и захватывать мир. И поэтому платформы самые популярные, самые известные идут в сторону коммерциализации. То есть нужно же как-то монетизировать помимо рекламы. То есть понятно, что можно продавать рекламу практически в каждой платформе и на этом собственно жить. Но реклама штука конечная, как мы знаем, и в поисковиках мы замечаем, как собственно падает эффективность и растет цена, так и здесь. И поэтому большинство инструментов пытается изобрести что-то, чтобы зарабатывать на своей аудитории. Мы с вами видим проекты криптовалютные от Телеграма и Фейсбука. Мы видим, что Инстаграм начинает запускать продажи, то есть появляются теги товаров, и мы можем по этим товарам, собственно говоря, на картинке увидеть товар. Что ВКонтакте запущена своя платежная система, каталог и по сути магазин ВКонтакте. Что в WhatsApp сейчас происходит изменение, которых вообще особо никто не ждал. WhatsApp всегда был очень самым классическим мессенджером. Даже API никому не раздает. Как с ним работать, непонятно. А сейчас там появляются новые совершенно вещи, связанные с каталогом и с продажами. И это очевидно, потому что это заставляют их делать пользователи, то есть мы с вами, потому что мы с вами начинаем там покупать. И это совершенно не человеческий сценарий, когда мы пытаемся купить, например, в Инстаграме что-то. Особенно у нас в России, когда еще покупки в Инстаграм толком не работают. Никакой платежной системы встроенной нет. А это значит, что для того, чтобы совершить покупку в Инстаграм, нам нужно совершить какое-то сумасшедшее действие. Для e-commerce это вообще что-то невероятное. Как там вообще удерживается какая-либо конверсия, не очень ясно. Но самый лучший сценарий – это когда в профиле аккаунта есть ссылка на какой-нибудь там топлинк или что-нибудь в этом духе, и можно перейти и, собственно, там совершить какую-то покупку. Очень много аккаунтов, где нет такой ссылки, где есть указан только телефон, и надо перейти в какой-нибудь WhatsApp или Viber, попытаться пройти вот этот сложный сценарий и все-таки приобрести. Однако эти продажи идут, социальные сети это видят и пытаются этот сценарий, собственно, закрыть. А это значит, что скоро мы будем там покупать все. И это будет удобно, это будет комфортно, и у нас появляется не только канал продвижения своего бизнеса, своего товара в социальных сетях и мессенджерах, но еще и непосредственный канал продаж. А это значит, что обычному интернет-предпринимателю, человеку из e-commerce, появляется еще одна головная боль, как оттуда принимать заказы, как их обрабатывать, и что с ними вообще делать. У нас пока на текущий момент никаких платежных инструментов по сути там нет, только номер телефона, и, соответственно, если мы хотим что-то приобрести, то вообще-то сценарий должен быть хорошим, понятным и классическим. У нас есть смартфон, там есть SMS, хотелось бы, чтобы это все вот так вот просто работало. Например, почему Сбербанк пошел в ту сторону, и, например, сделали оплату через SMS? Она сейчас пока еще не всем доступна, но кажется, что это будет очень хороший сценарий, опять же потому, что надо обеспечивать простоту совершения покупки. Это нужно предпринимателям для повышения конверсии, это нужно покупателям для того, чтобы больше покупать. Что мы видим с точки зрения различной статистики? Что сейчас уже очень большая доля, то есть больше 30%, это у нас социальные сети, источники, где мы совершаем продажи, если мы туда добавим еще разные мессенджеры, у нас порядка 40% получится доля, и это, в общем, довольно существенно. То есть 40% у нас приходят не на наш сайт, а сначала идут и находят нас в социальных сетях, а потом уже каким-то образом мы пытаемся их смаршетизировать на сайт, в нашу, скажем так, площадку, в которой мы совершаем продажу. Это происходит либо нативно, и мы передаем этот интерес напрямую ссылкой, либо это происходит не очень ровно, когда нам приходится делать через операторов, через какие-то другие связки, интеграции и так далее. Сегодня, если посмотреть на интернет-магазин сам по себе, не в статистику глобальную, но интернет-магазин сам по себе, сам магазин уже дает порядка 30% продаж, а все остальное приходит в бизнес от клиента, либо через, опять же, те же соцсети и мессенджеры, либо через телефон. А, возможно, какой-то оффлайн еще там присутствует. И, собственно, тут вопрос, подождите, а как так-то? Мы вроде магазин делали, и хотелось бы, чтобы он совершал продажу, потому что это автоматизация, потому что это технология, это удобный инструмент для нас, для продавца, работы с покупателем, работы с заказами, с товарами и так далее и тому подобное. И получается, что сегодня для того, чтобы нам все это закрыть и обеспечить в рамках одной какой-то своей платформы, нам надо платформу эту развивать и сделать из нее современную платформу, которая поддерживает любой канал и становится неким центром продаж, неким элементом, которым мы в одном месте управляем, и товарным ассортиментом, и маркетинговыми всякими инструментами, и приемкой оплат, отправкой, логистикой, хранением клиентской базы и так далее, и так далее, и так далее, чтобы не распыляться на много-много инструментов, потому что это, безусловно, понижает нашу эффективность, а, соответственно, роняет конверсию и другие бизнес-показатели. Вы знаете, что у нас есть изначально два продукта. Мы с, наверное, аж какого-нибудь 2000 года разрабатываем платформу для интернет-магазинов и вообще обычных сайтов, один из битрикс управления сайтом. Эта платформа очень популярна, она там занимает лидирующие позиции в России и по технологиям, и по безопасности, и вообще по распространенности и известности с точки зрения коммерческих проектов. У нас есть битрикс24, облачный сервис, который в себе содержит CRM-систему и систему интегрированных коммуникаций с нашими потенциальными клиентами. И вообще все приходит сейчас к тому, что нам нужно объединять два продукта, и я попытаюсь объяснить, почему это нам нужно и какой путь мы сейчас проходим для того, чтобы дать нашим клиентам современную платформу управления заказами, продажами и товарами. Мы знаем, что огромное количество сайтов, их больше 270 тысяч, если я сейчас не ошибаюсь, работают на нашей платформе, среди них больше 330 тысяч магазинов, даже уже, наверное, больше 40 тысяч, и нам нужно обеспечить хорошую конвертацию, то есть сохранить все то, что было сделано нашими клиентами до этого, и как-то перевести это на новый формат, на новые рельсы, на новую платформу. Объединить заказы, сохранить все заказы и соединить заказ в интернет-магазине и сценарий работы в публичной части нашего клиента в интернет-магазине с новым бэк-офисом, который в интернет-магазине на стороне продавца будет работать по-современному. И мы, собственно говоря, предлагаем новый продукт, он называется 11Bitrix24 интернет-магазин плюс CRM. Мы сумели объединить это все в одном месте. Я сейчас немножко покажу, как это выглядит, и, собственно говоря, какие особенности, какие преимущества дает такой подход современному интернет-предпринимателю. Вот административная часть нашего привычного битрикс-управления сайтом, и сегодня там появляется возможность сконвертировать свой сайт и свою административную часть в новый продукт. Для этого нужно иметь соответствующий лицензионный ключ. приобрести переход или приобрести один из продуктов линейки, куда входит и CRM, и интернет-магазин. И, по сути, мы сделали автоматизированную конвертацию, установку и автоматизированную конвертацию. Единственное, что замечу, если вы готовы сегодня переходить таким образом на новую технологическую платформу, то, безусловно, здесь нужно подходить аккуратно. То есть, во-первых, безусловно, сделать все бэкапы и так далее, а во-вторых, скорее всего, вам придется обратиться к разработчику или профессиональному администратору для того, чтобы настроить некоторые элементы, потому что требования к работе платформы увеличиваются. Потребуются некоторые новые технологии на стороне хостинга, потребуются новые настройки и так далее. И там, возможно, простому пользователю справиться будет немножко сложновато. После такой конвертации мы получим привычную административную часть, которой теперь в основном пользоваться будет не менеджер магазина, как и ранее, администратор сайта, тот, кто управляет контентом, тот, кто управляет настройками и так далее. Публичная часть сохранится в абсолютно первозданном виде, то есть с точки зрения публичной части абсолютно ничего не поменяется, но у нас появится новая закладочка в административной части, которая называется Bitrix24, и это будет переход к интерфейсу управления заказами, интерфейсу работы с CRM, интерфейсу работы с коммуникациями с клиентами, то есть по сути Bitrix24. При этом, если мы идем по сценарию совершения заказа, то есть… сейчас секундочку, перескочил. Если наш клиент совершает заказ в интернет-магазине, вот, сейчас запустится, да, в публичной части, как обычно, ничего не поменялось, то есть он просто находит нужный ему товар, оформляет этот заказ, форма заказа остается неизменной, если нам не потребовалось добавить туда чего-то нового. И, собственно, этот заказ у нас появляется теперь уже не в административной части. Пойдя в административную часть, мы там увидим приветственное сообщение о том, что, упс, теперь все заказы обрабатываются у вас в CRM, и, соответственно, мы можем перейти в интерфейс CRM для того, чтобы работать с заказами здесь. И это уже другой интерфейс, другой подход. Он гораздо более современный и удобный для работы менеджера. Я поясню почему. Потому что у нас появились в этом интерфейсе изначально была система, например, обновлений без необходимости обновлять страницу, так называемый пулинг. Ну, вот это как раз одна из тех новых технологий, которые теперь нужно суметь запустить на своем хостинге. Не везде это по умолчанию работает. И мы получаем современное, гибкое, простое, интуитивное управление заказами. То есть у нас есть заказы, представленные в виде канбан. У нас стадии и статусы заказов видны визуально. Мы можем просто перетягивать карточки заказов для смены стадии, если нам для того, чтобы поменять стадию, не нужно заглядывать внутрь. Более того, очень многие действия связаны с коммуникацией. Мы можем сделать прямо с этого представления, потому что здесь у нас есть прямо иконочка звонка. И мы, по сути, можем позвонить клиенту прямо отсюда, получая заказы в статусе принят, которые только появились, прямо нажали кнопочку и, собственно, совершили звонок. Причем эта карточка точно так же настраивается. То есть мы можем выводить сюда те поля заказа, которые нам критически важны в первом представлении и для того, чтобы быстро с этим работать. Безусловно, помимо канбан-представления в виде визуальных карточек, доступно классическое представление заказов в виде списка. И мы можем с этим работать в том виде, в котором это привычно и удобно. Если мы посмотрим на карточку заказа изнутри, то мы увидим, что это очень напоминает карточку сделки в Bittrex24. Но в то же время здесь все про заказ. Здесь все, к чему мы привыкли в админке Bittrex управления сайтом, работать с товарами, с данными о клиенте. Здесь будут также чеки, которые выбиваются при продаже. Здесь будет автоматизация, о которой мы еще поговорим, история изменений и так далее. И новый подход к коммуникациям с клиентом. То есть мы видим весь таймлайн изменений, то есть все, что происходит в конкретном заказе, при взаимодействии с клиентом, при изменении статусов и так далее. Мы видим прямо здесь в одной, так сказать, ленте. И прямо здесь же можем интерактивно провзаимодействовать с клиентом, просто использовав эту же ленту для каких-то коммуникаций с клиентом, которые нам нужны. И тут нам открывается еще одна интересная возможность соединения контакт-центра с нашим интернет-магазином, по сути. То есть коммуникация с клиентом становится крайне простой. Нам достаточно открыть карточку или, опять же, не открывая. Мы там меняем статусы и так далее. Нажимаем в один клик для того, чтобы позвонить клиенту. И благодаря подключенной телефонии, собственно говоря, мы этот звонок совершаем прямо отсюда, из браузера. Или если подключена какая-то IP-телефония соответствующего телефона, записи звонков все сохраняются здесь. И мы можем в любой момент к этой записи вернуться, прослушать, на паузу поставить и внести изменения в заказ, чтобы не держать все в голове. Отсюда же мы можем отправить смс-ки, написать, что важно, например, в открытую линию, то есть в мессенджер или в социальную сеть, из которой к нам могла поступить коммуникация с этим клиентом. Здесь же мы сохраняем комментарии внутренние для наших других коллег, которые работают с этим заказом. Мы можем сюда привлекать других коллег, чтобы они видели, что там происходит и так далее, обсуждать даже внутри между собой этот заказ в чате, например, или в формате ленты. И вот эти все интеграции, собственно, они нам дают возможность использовать контакт-центры, все инструменты, которые в контакт-центре у нас есть. А там, помимо телефонии и смс, что очевидно, большое количество современных коммуникаций. Это WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger или Facebook комментарии, там Skype, Telegram и так далее. То есть практически все современные коммуникации вы можете подключить к своему интернет-магазину и в дальнейшем использовать для работы со своим клиентом, коммуницируясь с ним в том канале, который ему удобен и приятен. Огромное количество интеграций с телефонными операторами, их там сейчас уже даже больше, мне кажется, больше 112-113 подключены, и можно буквально в несколько кликов настроить эту интеграцию с своей CRM, получить возможность определять звонки наших покупателей или новых покупателей, и сразу же заносить это все в заказы или в сделки и обрабатывать в дальнейшем. Большое количество смс-операторов точно так же подключены. Есть предустановленный оператор, по-моему, у нас смс.ру, который можно буквально в пару кликов настроить. Вопрос только в том, что надо со всеми операторами заключать договор. Но это уже за пределами нашей платформы. Автоматизация. Вообще во всех платформах e-commerce определенная автоматизация уже настроена. То есть она там встроена, вшита. Мы знаем, что в зависимости от изменения тех или иных статусов надо производить те или иные изменения в заказе, ту или иную коммуникацию с клиентом и так далее. Но зачастую для того, чтобы получить гибкость, там нам требуются определенные навыки или специалисты, которые будут дорабатывать эту автоматизацию. Благодаря тому, что в CRM и в работе с заказами у нас есть такая штука, как роботы, мы можем эту автоматизацию кастомизировать буквально на лету и настраивать очень простым интуитивным интерфейсом. И эти роботы сегодня могут контролировать, например, задержку заказа на той или иной стадии. То есть есть робот контроля, который если три дня заказ здесь завис и с ним ничего не произошло, то есть он не сместился ни на какую стадию, и он уведомит об этом руководителя отдела продаж или руководителя компании. Мы можем автоматически быстро настраивать коммуникации с клиентом, то есть создавать роботов, которые на той или иной стадии отправляют смс к клиентам, или отправляют электронные письма, или отправляют какое-то сообщение в мессенджер, через который мы с этим клиентом общаемся. И таким образом мы довольно быстро выстраиваем автоматизацию, можем ее в любой момент поменять, потому что наш процесс изменился, потому что изменили потребности в уведомлениях от наших клиентов. Или мы решили, что процесс управления заказом у нас внутри немного изменился, нам нужно по-другому ставить задачи менеджерам или в другое время. Количество преднастроенных роботов действительно огромное, то есть можно использовать совершенно разнообразные действия, которые будет выполнять CRM сама или будет уведомлять клиента. Причем преимущество еще в том, что есть не только роботы, которые просто на определенной стадии по условию выполняют какое-то действие, но есть еще и триггеры. То есть заказ сегодня может реагировать, и CRM в целом может реагировать на то, что происходит вокруг. Она может среагировать на входящий звонок, на входящее письмо, на то, что человек вернулся на сайт, на то, что он перешел по ссылке из письма, которую мы ему отправляли, чтобы попытаться вернуть и так далее. И это означает, что мы можем автоматизировать еще многие цепочки обработки заказа и цепочки возвращения клиента. То есть то, что мы пытаемся использовать какие-то маркетинговые инструменты, для того, чтобы клиента вернуть, сегодня мы можем это существенно упростить и автоматизировать. Таким образом, нам кажется, что мы сделаем автоматизацию. В e-commerce очень доступный. Очень доступный, и это дает вам возможность много экспериментов проводить на том, как процессы будут наиболее оптимально работать и наиболее эффективно. И делать это здесь и сейчас, а не откладывать и не проектировать это, и не реализовывать это большим проектом автоматизации или изменения автоматизации. Безусловно, для нас также важно полностью сохранить, всю ту интеграцию с 1С, которая была у наших клиентов ранее. И если у вас сложная 1С, перепиленная, переделанная, и вам необходимо провести эту интеграцию с новым продуктом, опять же, для тех, у кого она ранее была сделана, ничего не изменится, и 1С продолжит работать так, как работала, обмен заказами, товарами никак не поменяется. Но, опять же, благодаря тому, что платформа только развивается, усложнять эту интеграцию сохраняются возможности. То есть можно делать интеграции по сути любой сложности, включая real-time интеграцию, то есть обмен данными по заказам и оплатам в реальном времени. И более того, появляются даже новые возможности. Например, в Bitrix24 есть такая штука, как back-office, когда вы можете интерфейс 1С открывать внутри интерфейса CRM. И таким образом формировать документы отгрузки или какие-то другие документы ваши менеджеры могут, не переключаясь между окнами, не запуская отдельно у себя приложение 1С, а использовать встроенную в CRM возможность запускать 1С. И таким образом у нас получается очень гибкое, удобное и современное управление заказами, управление заказами, товарами, номенклатурой всей, обменом с 1С, автоматизацией и, собственно, всем, что необходимо сегодня современному интернет-магазину. Но продолжаем. Если с интернет-магазином все понятно, мы тут прокачали, собственно, обработку заказов, автоматизировали ее, добавили туда контакт-центр, то есть интегрировали все коммуникации с клиентом в заказ. Но у нас остается еще довольно большой кусочек продаж, которые в магазине сегодня происходят не благодаря сайту или не через сайт. И нам надо с ними тоже что-то сделать и желательно как-то затащить внутрь. А там у нас телефон, там у нас соцсети, там у нас может быть офлайн, и нам с этим тоже нужно как-то работать. Для этого, собственно, есть CRM как таковая. И если уж мы объединяем продукты, то надо использовать и возможности CRM тоже в своем интернет-магазине. Я знаю, что есть кейсы, в которых очень много продаж происходит, в том числе через прямые продажи, когда менеджеры целенаправленно работают на поиск клиента, на холодные продажи, теплые и так далее, работая с теми или иными базами. И, соответственно, нам нужно так или иначе эти все активности учитывать и желательно потом затаскивать к себе в платформу и в свой интернет-магазин. Для этого мы используем CRM и работаем со сделками. То есть у нас в магазине, по сути, появляется еще одна сущность сделки, с которой мы можем работать, которая у нас возникает в том случае, если наш клиент никогда не покупал в интернет-магазине, но, например, вдруг позвонил. Соответственно, мы можем в систему автоматически создать карточку сделки. В карточке сделки будут точно так же привязываться все коммуникации, которые там проводятся. Точно так же мы можем привязать в карточку конкретный товар. Да, ведь у нас источники для таких лидов или таких сделок, они совершенно разнообразны. Это может быть заполненная форма на каком-нибудь лендинге посадочном-продажном. Это может быть какая-то активность в социальной сети. Это может быть просто звонок. И, исходя из всего этого, мы создаем сделочки и тащим их по нашей воронке продаж к успешной. В рамках работы со сделкой сегодня мы можем создавать заказы. То есть может так получиться, что CRM нам, по сути, помогает продавать, помогает учитывать все коммуникации с клиентами, которые не связаны с интернет-магазином, но рано или поздно заказ-то возникает, и нам хорошо бы совместить эти вещи, чтобы клиент, которого мы привлекли не благодаря интернет-магазину, в дальнейшем мог пользоваться интернет-магазином. Мы его могли возвращать в этот интернет-магазин, чтобы он совершал повторные покупки, поскольку стал к нам лоялен. И, собственно, здесь и проявляется вот эта связка интернет-магазин плюс CRM. И проявляется она следующим образом. Если у нас есть входящий звонок, например, как пример появления контакта, если у нас есть заказ в интернет-магазине, то этот входящий звонок автоматически прикрепится к соответствующему заказу и клиенту, который у нас уже в системе есть. Если у нас нет заказа, но есть сделка, например, или есть и заказ, и сделка, которую ведет менеджер по продажам, то звоночек, который произошел, будет добавлен и туда, и туда. И в дальнейшем мы можем, например, из сделки пойти и через центр продаж создать заказ. И этот заказ будет в интернет-магазине, по сути, создан автоматически. Ну и клиенту там уйдут все необходимые давления, в том числе доступ в личный кабинет этого интернет-магазина, чтобы он мог в дальнейшем им пользоваться. Если у нас ничего нет от этого клиента, это новый для нас клиент, то, соответственно, автоматически система создает сделку. Мы добавляем туда все необходимые данные из разговора с клиентом. И в дальнейшем, опять же, через центр продаж можем автоматически создать заказ в интернет-магазине, который будет по всем правилам логистики нашей, внутренних процессов произведен, отгружен, доставлен и так далее. И таким образом у нас получается такая хорошая цельная цепочечка, когда мы с помощью контакт-центра получаем нового клиента, мы его сохраняем в CRM и, собственно говоря, проталкиваем в интернет-магазин. Ну вот сценарий на видеоролике, как это может выглядеть. Наш клиент, например, прогуливаясь по Инстаграму, видит рекламу, которая его заинтересовала, собственно, переходит на какую-то посадочную страницу, на захватывающую форму или, возможно, на какой-то… или просто там звонит. У нас появляется заявочка в виде сделки, в которой мы уже производим ту коммуникацию, которая с клиентом удобна, то есть совершаем звонок или пишем ему смс, пишем ему в открытую линию куда-то в чат. Дальше через центр продаж, это новая технология, которая позволяет нам продавать в чатах, мы создаем специальную уникальную ссылку с тем товаром, который нужно, он эту ссылку получает у себя в смс, переходит и может совершить там оплату с помощью тех инструментов платежа, которые у нас с вами есть. В этом случае автоматически создается заказ, заказ этот оплачивается, и мы с вами получили продажу, которая по сути не очень связана с интернет-магазином, но в интернет-магазине и в CRM у нас учтена. И в нашей карточке клиента вся информация об этом есть. Когда мы ему отправили смс, когда создался заказ и какой его номер, его состав, соответственно, он проходит дальнейшую всю нашу внутреннюю логистику интернет-магазина, отрабатывается службой доставки, отрабатываются внутренние службы комплектации, заказов и так далее. А менеджер, собственно говоря, все видит в одном месте. Может и с заказом поработать, если надо, или в сделке занести информацию, которая для него критична, например, для будущих продаж. И таким образом у нас получается очень неплохой сценарий с использованием центра продаж, в том числе в интернет-магазине. Центр продаж – это такая штука, которая позволяет нам создавать маленькие странички, которые, по сути, направлены на то, чтобы принимать оплату через мессенджеры. То есть пока у нас мессенджеры и соцсети раскачаются и придумают свои собственные платежные системы, интеграцию с товарами и так далее, нам продавать уже надо сегодня. И сегодня мы любому человеку, в любой абсолютной мессенджер, это может быть директ Инстаграм, это может быть WhatsApp, это может быть Telegram, SMS, да все что угодно, можем отправить автоматически сформированную платежную ссылку. Под этой ссылкой будет специальная страничка, на которой все, что нужно для оплаты есть. То есть там указано, кому он платит, какой товар, какая сумма, и переход к средству платежа, то есть к платежному шлюзу какому-то. В том числе там может использоваться и современные средства платежа, такие как Apple Pay или Samsung Pay для быстрой оплаты. И мы получаем, собственно, оплаченный заказ у нас в системе, и дальше его отгружаем и работаем с ним. А он у нас в интернет-магазине сохранен. Если надо клиенту, мы всегда направим информацию по доступу в личный кабинет. Он там сможет отслеживать статус своего заказа. И мы таким образом получаем такую еще более расширенную цепочку работы с нашим клиентом и технологий для работы с ним. Какие еще возможности нам открываются в такой связке? Во-первых, нам очень важно следить за тем, что у нас происходит с точки зрения привлечения клиентов. Ведь наша задача не только хорошо его обработать, но и эффективно привлекать. И здесь нам помогает, может помочь, безусловно, сквозная аналитика. Сегодня сквозная аналитика встроена в Bittrex 24, и в связке работы с интернет-магазином она становится еще более любопытной. Потому что мы сегодня в карточке заказа или в карточке сделки видим полный путь, по которому пришел к нам клиент. Это была реклама в Google или реклама в какой-нибудь социальной сети. Он попал на сайт или в социальной сети и начал с нами диалог через встроенный мессенджер. Заказал обратный звонок, не заказал обратный звонок и так далее. То есть мы точно знаем, по сути, каким образом клиент попал к нам и оформил этот заказ или он его, может быть, позвонил. Но мы в итоге знаем, потому что мы используем колл-трекинг для того, чтобы определить, по какой причине позвонил клиент, выбрав тот или иной номер. И сквозная аналитика дает нам, собственно говоря, очень важный, нужный нам ответ сегодня. Какая рекламная компания, какой источник, платный источник трафика нам выгоден. То есть он показывает нам про каждому источнику, потому что благодаря интеграции с рекламными площадками мы знаем, какое количество денег мы потратили на ту или иную рекламную компанию и, соответственно, видим конкретный ответ. Выгодно нам ВКонтакте размещать рекламу или невыгодно, то есть возвращаются нам эти деньги или нет. И мы видим вот эту всю цепочку. От, собственно говоря, клика на рекламную компанию до покупки, перечисления денег, и мы, соответственно, точно знаем, работает или не работает реклама. В дальнейшем мы можем разворачивать эту аналитику, то есть смотреть глубже, например, работает, не работает рекламная компания, понятно, а, например, как менеджеры работают, то есть в разрезе менеджеров, как происходит обработка заказов из того или иного рекламного источника. И может быть такое, что некоторые рекламные источники с некоторыми менеджерами оказываются несовместимы. Такое тоже бывает. А также мы, собственно, можем использовать и оффлайн рекламные компании и учитывать их в сквозной аналитике, то есть ничего не мешает вам добавить новый расход на рекламную компанию, сформулировать новый источник трафика, исходя из этого расхода. То есть, например, если вы поставили человека в костюме динозавра около метро, он раздает ваши листовки, соответственно, заплатили 5000 рублей, ему внесли этот учет в сквозную аналитику и на листовке совмеченные ссылки или специальные телефоны из колл-трекинга, и вы по этому контакту отслеживаете эффективность этого мальчика в костюме динозавра. По сути, сквозная аналитика дает нам ответ на самый главный вопрос. Какие деньги мы тратим эффективно на рекламу, а какие нет. И сегодня в связке, опять же, с интернет-магазином это дает хорошее преимущество. И таким образом у нас получился классный комплект, который состоит из интернет-магазина, полноценного профессионального интернет-магазина с любым внешним видом, спроектированным по вашим требованиям или собранным на каком-то готовом решении или шаблоне. Со всеми необходимыми процессами, которые вам нужны для повышения конверсии. А туда входит целый набор различных маркетинговых инструментов, начиная от товарного маркетинга, работы со скидками, заканчивая АБ-тестами, которые вы можете проводить на своей публичке и выяснять, как страницы, какое положение на странице, какие элементы лучше конвертируют. К магазину мы подключаем контакт-центр, который у нас собирает все коммуникации в одно место, все их учитывает, привязывает к клиентам, к заказам и к сделкам. У нас есть CRM, который обеспечивает нам и закрывает ту часть продаж, которая не проходит исключительно через интернет, а в которой собственно используются наши менеджеры. У нас есть центр продаж, который автоматизирует и упрощает продажу через социальные сети и мессенджеры. У нас есть CRM-маркетинг, это отдельный большой блок, который позволяет нам возвращать клиентов и автоматизировать работу с, скажем так, автоматизировать свою стратегию коммуникации с теми клиентами, которые в базе у нас уже есть. И позволяет нам растить LTV, повышать повторные продажи. и аналитика, как аналитика о том вообще, что устроено, как устроено у нас в продажах, как конвертируются заказы, сделки и так далее. И сквозная аналитика, которая отвечает нам на вопросы по рекламе. При этом, опять же, платформа, профессиональная платформа для разработки интернет-магазинов, один из битриксов, с сайтом, она никуда в этот момент не делась. Она сохранилась, и наши партнеры, профессиональные разработчики могут продолжать развивать ваш сайт, достраивать в него страницы, разделы, функционал, делать в принципе все, что делали раньше или делать что-то новое. Сама платформа продолжает развиваться с точки зрения публичных частей, компонентов и функционала интернет-магазина. Маркетинг, который встроен в интернет-магазин, также остается и продолжает работать на то, чтобы повышать конверсию. Туда входят, как я уже говорил, и всякий товарный маркетинг, и АБ-тесты, туда входит и email-маркетинг, туда входит работа с триггерными рассылками. Там остается все инструменты, к которым мы привыкли. Традиционно мы продолжаем работать и будем работать над тем, чтобы платформа работала быстро с точки зрения клиента, сайты открывались очень быстро и не мешали комфортной работе с сайтом. Она остается очень безопасной, и мы, я напомню, на первом месте по безопасности в принципе среди всех коммерческих платформ. И, конечно, поддерживать все, что необходимо для мобильного. Еще несколько вещей, которые важны для интернет-торговли сегодня и будут важны в следующем году, это все, что связано с законодательством. И на нас лежит определенная ответственность, сделать так, чтобы вам соблюдать современное законодательство было легко и просто. У нас сегодня есть три ключевых, наверное, закона, которые накладывают на интернет-предпринимателя, на интернет-магазин определенные, скажем так, определенные проблемы. То есть нам приходится соответствовать и выстраивать свой бизнес в соответствии с законодательством. Штрафы пока только растут, они не уменьшаются. Это говорит о том, что чем дальше, тем скорее всего больше будут закручиваться вот эти гайки, потому что государство хочет регулировать рынок интернет-торговли. В России сегодня e-commerce уже достигает порядка 15%, кажется, 15% в общем ритейле, и эта доля растет, и понятно, что регулировать это все надо. Что мы делаем? Понятно, что сегодня все обязаны уже применять кассы, и мы поддерживаем все, что необходимо для того, чтобы касса в интернет-магазине работала, выбивались чеки. Большинство предпринимателей в интернете используют онлайн-кассы, потому что это один из самых простых способов, не самый дешевый, но один из самых простых для подключения магазина и дальнейшей эксплуатации. Скорее всего, на большом промежутке времени это оказывается даже выгоднее. при этом мы все равно поддерживаем как облачные, так и, собственно, обычные фиксированные кассовые аппараты, физическая касса, она может быть подключена к интернет-магазину либо через Одинеску, либо даже напрямую, у нас есть и соответствующие решения. И все современные требования, все современные изменения, которые производятся в формате фискальных данных, мы стараемся поддерживать в актуальности, то есть сейчас у нас по сути произошел некий переход для интернет-магазинов на два чека. Когда деньги к нам на счет поступили, мы выбиваем нашему клиенту чек-аванс и когда происходит отгрузка, мы по сути делаем второй чек отгрузки. Это в целом неплохой способ, потому что упрощает и возврат денег, если это надо, и возврат товара, обмен и так далее. Можно проще работать с предоплатой, то есть если вы не берете все деньги за товар сразу, берете предоплату, но и в дальнейшем при работе с маркированными товарами это тоже нам дает определенное удобство. Следующая история это 152-й, FZ-152, это тот, который нас обязывает аккуратно относиться к персональным данным, которые мы собираем на своем интернет-магазине и в общем защищает нас, как обычных людей и наших клиентов, их персональные данные, при этом опять же там и штрафы довольно суровые. Ну и в общем понятно, почему это делается, потому что все устали от вот такого беспорядочного использования и передачи наших персональных данных. Сегодня, помимо того, что вам внутри организации нужно выстроить работу с перс-данными, нужно обучить людей, нужно создать целый ряд регламентов работы с персональными данными, обеспечить хранение и так далее. Нам еще нужно правильно, вот нам с точки зрения дать вам возможность собирать согласия с ваших клиентов, которые оформляют у вас заказы и оставляют вам свои персональные данные, собственно, реализовать приемы этих согласий. Мы поэтому сделали типовое соглашение и развиваем этот функционал. Сейчас у вас может быть несколько соглашений, и мы можем там требовать, например, прочитать все полностью соглашение перед тем, как его принять, ну как минимум пролистать. И так далее. И последнее, это закон о маркировке, который сейчас станет крайне востребованным. Я даже не знаю, чем дальше, тем интересней. То есть сейчас пока нам, пока не все товары подлежат маркировке, но мы идем к тому, что все товары начнут маркироваться. Это накладывает определенные дополнительные действия и расходы, в общем-то на продавца. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы отслеживать каждую единицу продукции, по сути, от производства или от импорта в Россию до, собственно говоря, непосредственной продажи и знать, что, когда и как происходит. Ну вот мы знаем, что уже сигареты и обувь маркируются. С 1 декабря, собственно, тоже уже будет маркироваться всякая там техника и так далее. В следующем году, к 24 году, вообще все товары будут маркироваться. Это как бы цифровая продажа, современная цифровая продажа. То есть каждая единица, которая продается, имеет свой уникальный код и по этому коду можно, по сути, отследить эту продукцию. Это означает, что сегодня, когда у нас есть некий переходный период, в вашем магазине могут оказаться товары, которые подлежат маркировке, которые еще не подлежат маркировке. Но суть в том, что вы, когда делаете отгрузку, по сути, вы должны указать, какой именно товар, то есть сосканировать этот код, эту маркировку с конкретного товара, который будет передан конкретному человеку. И, соответственно, например, вы не можете это сделать ночью. Заказы могут поступать ночью. Ну и так далее. Есть куча всяких нюансов, которые нужно соблюдать. И платформа сегодня поддерживает все эти изменения. То есть вы можете отмечать в товаре, что он подлежит маркировке, и система будет соответствующим образом обрабатывать эти заказы. То есть, например, автоматическая отгрузка будет невозможна для таких заказов, где есть товар с маркировкой. Потому что для того, чтобы его отгрузить, нужно, чтобы обязательно человек собственно сосканировал этот товар. В дальнейшем это будет подлежать ко всем товарам, соответственно, процессы перестроятся. Сейчас будет несколько сложнее, но в целом система будет предохранять вас от возможного нарушения закона. Более того, опять же, пока у нас есть такая ситуация, мы точно не можем взять с клиента и выбить ему чек отгрузки, то есть финальный чек, потому что мы не знаем, у нас там попали заказы, не попали в момент, когда человек оплачивает заказы с маркировкой. И, соответственно, в тех случаях, когда у нас происходит покупка на сайте и там заказ подлежащей маркировке, мы должны автоматом ему выдать чек аванса. И только когда мы сосканируем товар и проведем отгрузку, соответственно, выдать уже финальный чек. И вот эти все нюансы, конечно, должны соблюдаться и в системе поддержка всей этой штуки тоже есть. Сейчас там пока только те, которые обязательные маркировки, но, естественно, по мере появления новых товаров и новых изменений в законах будем это поддерживать. Сейчас, по крайней мере, вы можете точно знать, что какая-то категория товаров относится к маркируемым и, соответственно, учитывать это в системе. Вот это все вместе. Это все вместе. Сегодня это 1SBITX24 интернет-магазин плюс CRM. Мы называем это роботизированной e-commerce платформа, потому что у вас большие возможности по коммуникациям, по автоматизации, работе с вашим клиентом. То есть мы объединяем целый набор инструментов в одном продукте сегодня. Ну и, конечно, вопрос, сколько все это стоит. Сама лицензия, если вот просто взять новую лицензию, нового продукта, это 99 тысяч рублей. При этом мы, естественно, никак не ограничиваем число покупателей интернет-магазина, количество товара, количество заказов и так далее. Ограничено лишь количество сотрудников, которые работают с интернет-магазином, то есть внутренних ваших сотрудников. При этом можно здесь варьировать и выбирать другие редакции. В частности, если у вас есть коробочная версия одного из наших продуктов BITX24 корпоративный портал, то там уже встроен будет интернет-магазин, то есть вы можете на базе него создавать уже ваши интернет-магазины. Если, то есть получается, что вот такая в линейке, грубо говоря, BITX24 коробочных версий появляется просто версия еще одна, ну и все, которые старше, естественно, содержат весь функционал, разрешают только увеличить количество пользователей внутри. В линейке управления сайтом это самая старшая редакция получается перед интерпрайзом, но интерпрайз мы сейчас не рассматриваем, то есть и в любой момент можно совершить переход с любой из более младших лицензий на, например, интернет-магазин плюс CRM, доплатив только разницу в цене. Важно, чтобы лицензия была активна, чтобы она была обновляемой, и в таком случае, просто доплатив разницу в цене, вы совершите этот переход и сможете обновить свой магазин, добавив в него все возможности CRM-системы. Все подробности, возможность заказать себе внедрение, переход, какое-то изменение, доработку, можно сделать на соответствующем сайте, можете по QR-коду перейти, это специальный лендинг, посвященный новому продукту. Там и детали по возможностям, и видеозаписи, и, соответственно, возможность обратиться к нашим партнерам, чтобы перевести свой интернет-магазин на новую технологическую платформу и, соответственно, все это реализовать, все эти прекрасные возможности. Спасибо большое за внимание. У меня осталось довольно много времени на вопросы, я надеюсь на них поотвечать. Ой, я смотрю, вопросов много. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если есть, как вы сказали, коробочная версия в компании, Bittrex24, и есть отдельно просто Bittrex24 управление, точнее, просто управление сайтом. Как их объединить? Это сложный вопрос. Объединить довольно тяжело, но возможно. То есть, кто-то из наших партнеров-специалистов может перенести публичную часть вашего интернет-магазина текущего Bittrex24 сайта на, соответственно, новую платформу, на коробочную версию в Bittrex24 и провести там определенные операции для того, чтобы импортировать и перетащить часть данных. Правильно я понимаю, что вот текущую коробочную версию просто нужно обновить. То есть, если она есть, сейчас. Если вы ей пользуетесь, и там есть коммуникации, сделки в сером и так далее, то надо сайт перетаскивать в нее. Если бы вы ей не пользовались, можно было бы установить ключ на сайт этот же и, собственно, обновить уже сайт до Bittrex24. Но в данном случае требуется некая ручная работа. Хорошо. Еще один вопрос. Давайте. Этого же касается. Если есть еще один сайт, то есть, грубо говоря, два сайта. Вот мы B2B-компания. У нас есть B2C и B2B-рынки. Мы хотим это все вести в одной CRM-системе. В этом коробочной версии. Тут начинаются нюансы и вопросы, которые надо смотреть и обсуждать с разработчиками. Причем… Вот разработчики, извините, я перебью, разработчики нам пока после презентации вообще ничего не ответили, они развели вот так вот руками. Я знаю больше… Я знаю сейчас больше них, это точно. Я понял. Ну, что поделать. То есть, как бы, не могу их заставить узнать больше. Кто-то их должен заставить. Рынок заставит, грубо говоря. На самом деле, там есть много нюансов, они связаны с тем, что объединение двух интернет-магазинов в один – это само по себе сложная задача. Объединить их еще два в один, да еще вместе с CRM – вдвойне сложная задача. Не два в один. То есть, они как бы два разных бизнеса. Я понимаю. Объедение в одном… Я понимаю. В одном как бы… И тут можно идти разными путями. Можно собирать это в один продукт, в одну платформу и пытаться ввести это в одном месте. Можно делать интеграции и прописывать связи между двумя проектами, которые будут связаны с вашей коробкой, и не делать объединение в один продукт. Да, там у нас на самом деле даже с коробкой еще пока проблемы с ее обновлением. То есть, когда ее начинаешь менять, там… Что там? Начинаешь менять, что-то переделывать в ней под себя, а потом накатывать обновления пока вызывает только проблемы. Это опытность разработчика, который вносит… Да. Это нужно просто подобрать разработчика, который умеет работать с нашими технологиями так, чтобы коробка сохраняла обновление, даже если вы там что-то меняете. Это возможно, и так люди делают вообще. Давайте дальше. День добрый. Скажите, я правильно понимаю, что CRM расположен на той же платформе, где, собственно, и CMS? Да. А вот у вас раньше был сертификат в стек, например, на 1SB. Он сохранится на этот продукт? Или, по крайней мере, в планах есть эту историю сделать? Да, в планах есть. Мы будем обновлять сертификат в будущем году. Сейчас идет уже предварительная работа над этим. Скорее всего, объединенный продукт войдет в том числе в сертификацию, но надо понимать, что в сертификации там есть определенные нюансы и сложности. То есть сертифицированный продукт надо покупать по специальному, чтобы получить все необходимые документы и сертифицированную платформу. Это будет сильно дороже потом? Это будет не сильно дороже, но дороже. Понятно. Еще скажите, поскольку у нас и CRM с продажами, с персональными данными находятся на платформе хостинга, фактически, то, наверное, должны быть совсем другие подходы к безопасности. Кого? Хостинга? Наверное, хостинга. Слушайте, принципиально очень много всего не поменялось, потому что вы и раньше хранили на сайте персональные данные пользователей. Особенно ничего не изменилось. То есть действительно к тому, как настроен хостинг, надо подходить как бы ответственно. И у нас в платформе есть специальные тесты, которые проводят окружение, в котором работает платформа, тестируют окружение на соответствие версии, на обновленность, на возможные уязвимости. За этим просто надо следить. В целом, чем более ответственный подход к безопасности будет, тем лучше. мы стараемся здесь помогать. Скажите, но ведь разговор идет не о шарид хостинге, тогда уже, наверное, а о VPS и более серьезном подходе ко всей этой песне. Да, я бы рекомендовал использовать VPS для подобной системы и по производительности, и по безопасности. На шариде работает вполне себе. Я вот там один из своих проектов обновил. Оно вполне себе работает. Меня устраивает в безопасности, все проверки проходят. То есть это возможно. Но у меня там нагрузки нет. У меня тестовые проекты. Там, где будет нагрузка, там потребуется больше возможностей. У меня вот еще один вопрос про развитие, опять же. Давайте. Есть ли в планах интеграция с 1С розницей? С управлением торговли хорошо сайт интегрируется, а вот с розницей вообще никак практически. Есть ли в планах какие-то разработки по 1С рознице интеграции? Mitrex24 тоже не интегрируется. Да, я понимаю. Там есть нюансы. Это связано с самой платформой 1С. Они сильно отличаются от розницы. У нас очень мало спроса на эту историю. Большинство спроса удовлетворяется партнерами кастомизации интеграции. То есть пока нету планов делать именно розницу, хотя периодически возникают. Мне сейчас трудно сказать, запланировали ли на следующий год что-то наши продукты. Лучше отдельно меня на эту тему спросить. Я готов у них специально для вас выяснить и ответить. Здравствуйте. Вот ваш новый продукт интеграция с Mitrex24. Будет ли он работать с версией старт, стандарт? Меня конкретно интересует возможность совместной работы Mitrex24 и вашего решения для здравоохранения. Я понял. Да, будет работать, но это не с версией старт, стандарт, а вам нужно будет перейти на новую редакцию. Эта новая редакция так и называется, интернет-магазин плюс CRM. И вы, соответственно, можете ваше текущее решение, которое на стандарте, если это какое-то типовое решение сайтов, можете просто апгрейдить лицензию и перейти. У вас вся публичка, все как было, сохранится, просто добавится CRM со всеми возможностями. Еще вопрос вот там, Катюш. Давайте микрофончик, чтобы у нас на запись попало на всякий случай. Сейчас у меня лицензия стандарт, заинтересовало перейти и есть лицензия Bittrex 24 CRM. Если я перехожу на лицензию плюс CRM, я буду платить и за CRM еще, либо у меня теперь один платеж будет. А у вас облачная CRM? Да, все облачная. Да. Ну, соответственно, вам надо будет, это тоже сложная механика, то есть вам нужно будет апгрейднуть ваш сайт до интернет-магазин плюс CRM, а данные из CRM перенести, соответственно, от лицензии, от облачной вы сможете отказаться и работать уже в этой коробке полностью. Лицензия, то есть это оплата за год. Через год нужно будет еще раз заплатить. Нужно будет продлевать эту лицензию, пока продление стоит 22% от стоимости в год. Так, еще был вопрос, вот сзади. Да, давайте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос, вы не касались этой темы, но она актуальна для ритейла, а именно вот программа лояльности и взаимоотношения с клиентом. Вот какие сейчас возможности именно в CRM-системе Bittrex 24 для этого и в новом продукте, соответственно? У нас стандартная программа лояльности, встроенная в управление сайтом, она остается. Это персональная скидка в зависимости от объема заказов, возможно. Также остается работа с персонализированными скидками в рамках конструктора скидок, то есть там можно применять различные индивидуальные скидки, применять их к категориям пользователей и так далее, в зависимости от той схемы, которая у вас будет. Нового пока у нас ничего не появилось ни в CRM, ни в управлении сайтом, кроме каких-то дополнений из маркетплейса, которые, собственно говоря, до этого присутствовали и остаются вам доступными. Поэтому, да, можно использовать имеющиеся инструменты для организации, по сути, очень большого количества программ лояльности. Пожалуй, у нас штатно не работают только бонусные счета с бонусами различными, но, опять же, партнеры прекрасно реализуют эту историю через технологию внутренних счетов. Поэтому все возможно. Спасибо за вопрос. Еще есть? Да, давайте. Скажите, пожалуйста, еще одну вещь. Существует продукт у 1С, который так и называется 1С-СРМ. Да, есть такой. Вы фактически сделали некую облачную версию его. А интеграция… Нет. Нет, я понял, что нет. Я о другом. А с какими-то типовыми конфигурациями интеграция более простая, с какими-то более сложной, но вот как мы поняли. Типовыми конфигурациями. С УТ вопросов нет, например. А там с ОНФ, с CRM, с чем еще? С ОНФ, да, есть. С CRM нет, нет. Сейчас все не перечислю. С бухгалтерией есть определенная интеграция, связанная там с счетами, с оплатами, с отчетами различными. С управлением производственным предприятием, по-моему, какая-то есть интеграция. Управлением холдингом. Холдингом вряд ли, но туда можно установить наш модуль и, соответственно, дотащить туда какие-то данные. То есть там наш модуль достаточно гибкий, чтобы, в принципе, передавать практически все, что угодно из 1С. Но понятно, что когда нужно все, что угодно, это вот индивидуальная настройка и какая-то кастомизация. Скажите, а давно вообще продукт в контексте интеграции с 1С существует? В контексте интеграции с 1С? Очень давно, конечно. Я имею в виду новый. А, новый? Нет. Но платформа, продукта не существует, существует всего несколько месяцев. Поэтому он технологически не поменялся. То есть ядро и все сущности, основные системы, хранение и так далее, оно не изменилось. То есть мы просто собрали это все в одно целое и даем возможность применять возможности обоих продуктов в одном месте. А интеграция при этом сохранилась. И все те наши навыки, наработки, опыт работы с 1С, интеграции с 1С, которые там уже больше 10 лет, они остались. То есть подождать нет смысла, можно начинать использовать. Конечно, надо начинать использовать. Еще там вопросик. Вот сзади. И давайте, наверное, на перерыв. Здравствуйте, Сергей. А у меня вопрос по поводу развития роботов. Роботы могут сами звонить клиентам, общаться с ними? Смотрите, робот может совершить звонок и использовать для общения, так скажем, с клиентом запись. Можно подключать различных чат-ботов и нейроботов. Есть такие приложения для нашей CRM, которые смогут написать и пообщаться с клиентом как чат-бот. Голосовых ботов пока хороших я не знаю вообще. В принципе, работа над ними еще идет, и я бы пока не торопился использовать такие технологии. Это очень соблазнительно, но пообщайтесь с Аэрофлотом, поймете, сколько денег тратит, может потратить Аэрофлот на своего чат-бота, телефонного бота голосового. Вы поймете, что нам пока, наверное, рановато. Хотя очень хочется. Мы тоже много ведем работы на этот счет. У нас и своя есть разработка по искусственному интеллекту, машинному обучению, и мы ведем сейчас работу над распознаванием голоса и так далее. Но пока рановато. Спасибо за внимание. У нас небольшой перерыв. Подходите, если хотите еще лично позадавать вопросы. И до встречи дальше. Спасибо.